Привет всем, мои дорогие подписчики, гости моего канала, с вами Нирамс, и сегодня поговорим об оперативной памяти. Какую оперативную память сейчас стоит покупать, какую нет, как ее правильно подобрать, как не лохануться и сделать так, чтобы вы получили максимальную отдачу от вашей системы. С этим вопросом ко мне регулярно обращаются мои подписчики, кто не в курсе. На моем канале нет проплаченных обзоров, вы можете смело мне писать на почту по поводу сбора компьютера, по поводу каких-то технических вопросов. Конечно же, у меня там большая очередь, и я не успеваю физически всем отвечать, но все же стараюсь отвечать большинству. Поэтому, если у вас какие-то есть вопросы, если вы не знаете, как собрать компьютер, смело обращайтесь, пишите мне, я обязательно вам помогу. Я помогаю своим подписчикам. Давайте-ка сначала поговорим о самом элементарном, как купить нужную память и не лохануться. Смотрите, бывает памяти разная, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, в 2020 году выйдет DDR5. Как же правильно все это дело купить, чтобы не лохануться и потом не остаться с фигой? Я думаю, что большинство людей из вас это знает, но все же скажу, потому что некоторые люди, которые только собираются собирать компьютер, они в этом не разбираются. И думаю, эта информация будет не лишней. Если у вас материнская плата, и она DDR2, значит вы можете в нее вставить только DDR2. Если у вас материнская плата DDR3, значит вы можете вставить оперативную память только DDR3. Если у вас материнская плата DDR4, значит вы можете вставить оперативную память только DDR4. Смекаете, да? Нельзя вставить в эти материнские платы память какая-то для них не предназначена. Нет никаких переходников, всяких устройств и так далее, которые позволят вам неподходящую память поставить в новый компьютер, если она туда не вставляется. Поэтому, ребята, не пишите мне на почту с такими вопросами. Вот у меня есть блок питания, какому 10 лет, вот у меня есть оперативная память, которой 12 лет. А как эту оперативную память засунуть в материнскую плату современную? Вы сейчас сможете посмеяться, но есть люди, которые всерьез пишут мне такие сообщения. Я тоже удивляюсь. В любом случае, ребята, так сделать нельзя. Поэтому, если у вас есть такая оперативная память старая, либо ее продайте, либо отдайте. Не как ее в современные запчасти нельзя будет поставить. Да, если у вас есть старая материнка, старый процессор, и вы хотите, к примеру, купить оперативную память, потому что вам этот комплект дали, но нет оперативки, нельзя в старый комплект процессора материнки поставить современную оперативную память. Можно поставить только ту память, которая туда подходит. Так, с этим вопросом разобрались, думаю, больше вопросов по этому поводу не будет. По поводу того, что есть оперативная память как для ноутбуков, так и для компьютеров, и память от компьютеров не подходит в материнке для ноутбуков, но вы если даже захотите, вы никак ее туда не засунете, потому что они размером даже разные, это и понятно. Но все же, мне кажется, даже такие люди найдутся после вот этих вопросов, мне аж страшно становится. Теперь поговорим по поводу частоты оперативной памяти. Я недавно смотрел одно видео одного из популярных блогеров, который рассказывал, как подобрать оперативную память, и он сказал про оперативную память, если вы покупаете, к примеру, оперативную память для Intel, чем выше частота, тем лучше. На самом деле не все так просто, ребят, и я немножко этот вопрос раскрою. Конечно же, чем выше частота оперативной памяти, что в Intel, что в Ryzen, у вас будет система быстрее работать, все будет у вас хорошо и замечательно. Но, есть одно но, большое но, нет смысла покупать оперативную память, крутую, для материнки, которая стоит копейки, она не поддерживает эту память. Допустим, есть H110 чипсет под Intel, современный чипсет, который поддерживает DDR4. Туда нет смысла вставлять оперативную память свыше 2133, поэтому, когда люди говорят, что для Intel просто берите, покупайте крутую память, не важно, какой у вас там процессор, это немножко неправильно, важно отходить от того, какая у вас материнская плата. Если ваша материнская плата не поддерживает оперативную память, высокую частоту, нет смысла вот эти эксперименты проводить. В лучшем случае она заработает на низкой частоте, на 2133, но бывает и случаи, когда вовсе ничего не заведется, и вы увидите только черный экран, с такой надписью нет сигнала, и такое бывает, ребят. Поэтому давайте-ка не экспериментируйте и не занимайтесь ерундой. Для начала, вы должны узнать, как называется ваша материнская плата. То есть, берете, открываете Яндекс на телефоне, на компьютере, на планшете, неважно, забиваете туда название вашей материнки полностью. Не одно там слово, гигабайт, асус там и все, там я не знаю, ну найдутся эти люди, а полностью забиваете длинное название, плата такая-то, такая-то, код ее такой-то, такой-то, забиваете. Переходите на сайт производителя, и там будет спецификация вашей платы. Там будет написано, что к этой плате можно взять вот такую-то, вот такую-то память. То есть, чипсет позволяет туда вставить вот такую, такую и такую память. Если там не написано, что эта память будет работать, лучше так не экспериментировать, не покупать какую-то крутую память. Ну, в общем, с этим разобрались. Если рассмотреть топовые процессоры от Intel и топовые к ним платы, например, Z270 чипсет для 7700K, либо, к примеру, 370 чипсет для 8700K, то есть смысл покупать оперативную память, которая будет быстрее 3466. Потому что Intel тоже бустится от быстрой памяти, как и Ryzen. Поэтому не думайте, что только Ryzen работает быстрее с оперативной памятью, там, вот этой всей быстрой. Нет, Intel тоже начинает быстрее работать. Но на Intel так это все незаметно. Почему? Потому что у Intel нет вот этой круговой шины Infiniti Fabric. Поверьте, прирост производительности будет, но он будет просто более слабый, чем на тех же Ryzen. Это не то, что минус, я бы сказал, это даже плюс. Потому что у Intel нету таких проблем с этой шиной, потому что у нее просто нет такой круговой шины. А так лучше всего вообще взять, купить, к примеру, какую-нибудь очень быструю оперативную память, к примеру, 4000, либо там еще какой-нибудь, там, 4400 по частоте, допустим. И с такой памятью ваш Intel процессор, к примеру, 8700K, будет вообще очень быстро работать. Но единственное, чего это будет очень дорого стоить. Я считаю, что самый оптимальный вариант, это покупать среднюю бюджетную память с частотой, к примеру, 3000. И гнать ее до 3333. Или искать какую-нибудь другую недорогую память, которая берет вот эти средние частоты. Конечно же, высокие частоты под Intel это круто, но это слишком дорого стоит. Поэтому, если все же вы это позволить себе не можете, советую поглядеть вам в сторону Patriot Viper, который хорош как и для Ryzen, так и для Intel. Потому что, что на Intel он берет 3200, 3333, хоть штатные скорости вот 3000. Что на Ryzen, как ни странно, он берет и 3200, и 3333, хотя чипы у него не Samsung у этой памяти. Это Patriot Viper заводится двумя плашками на 16-х таймингах на 3200 и на 3333. Ладно, подведем итоги для тех, кто не понял, что я сейчас сказал. Возможно, у кого-то в голове каша. Я понимаю, такое может быть. Смотрите на материнскую плату, смотрите спецификацию. Если у вас H110 сокет, не покупайте такую там 3000 и так далее. Память берите только 233. Если берете более крутую какую-то плату, то обязательно все равно смотрите спецификацию. На сайте производителя написано, что, к примеру, 3600 максимальная частота для этой платы. То нет смысла покупать более крутую оперативную память. У вас, возможно, все даже заработает. Если у вас, к примеру, Intel, у вас бы заведется 4000 частота и так далее. Но есть один нюанс. Если плата изначально написана, что не совсем поддерживает такую память, то, возможно, ошибки оперативной памяти, то есть бесконечные синие экраны, вылеты системы и так далее. Поэтому, ребята, прежде чем покупать какую-то оперативную память, думайте. По поводу производителя, которого брать для Intel, на самом деле вообще без разницы. Потому что Intel хорошо работает со всеми производителями. Тут самое главное смотреть, чтобы память была недорогая, чтобы была высокочастотной, желательно. Если у вас материнская плата поддерживает высокую частоту, то и на низких таймингах. Тайминги, они влияют на скорость работы оперативной памяти. Чем ниже тайминги, тем быстрее работает оперативная память. Что такое тайминги? Тайминги – это задержка. И чем выше эта задержка, чем медленнее будет работать ваша система. Кто говорит, что тайминги никак не влияют на производительность и так далее. И вообще без разницы, какие у вас тайминги. Но, ребят, не слушайте их. Они вообще в компьютерах, значит, ничего не соображают. Говорят, полный бред. Тайминги очень сильно влияют на производительность. И чем ниже тайминги, тем быстрее ваша система будет работать. Знайте это. По поводу оперативной памяти с радиаторами без, на самом деле, без разницы. Это все в основном сейчас делается в качестве маркетинговых таких ходов для красоты. По-хорошему, большинству современной оперативной памяти радиаторы просто не нужны. Что есть радиатор на них, что нет. Это сильно никак не повлияет на производительность. Они не так греются, как, к примеру, процессор или видеокарта. Они дают очень слабое тепло. Вы можете разогнать, например, оперативную память, потрогать радиаторы. Если у вас есть на оперативной памяти, вы все сами поймете. Они будут у вас еле-еле теплыми. Поэтому те, кто ставит, допустим, на современную оперативную память, там вообще водное охлаждение и так далее, именно на оперативную память. Это все, не знаю, танцы с бубнами и лишнее движение. Это делать не надо. Можно смело покупать оперативную память без радиаторов. На производительности это никак не сказывается. По поводу того, допустим, если вы хотите оперативную память все же разогнать, но денег у вас, скажем так, мало. Берите самую дешевую оперативную память, допустим, 2400KB2KRK. Она, к примеру, гонится что на Intel, что на Ryzen, но также с многими другими плашками. Ну, с Ryzen сложнее, это сейчас мы отдельно обсудим. А с Intel, в принципе, вы можете брать любые, допустим, две планки по 8 гигабайт, либо две планки по 4, либо две планки по 16. Если вы новичок и не хотите заморачиваться с разгоном, то лучше брать две планки. На Intel это без разницы. Если у вас двухканальная система, допустим, на i7-7700K, допустим, или на 8700K, что-то у вас будет чипсет Z270, что-то Z370, четыре планки оперативной памяти, либо две, никак это на производительности не скажется. То есть система будет одинаково работать по скорости. То есть на скорости это никак не повлияет. Если вы не знаете, какие планки взять, берите две самые простые, допустим, 2400 и гоните. Большинство планок могут спокойно брать 2800, 2933 и 3000. Почти все бюджетные планки можно разогнать. Ну, это опять же на Intel, на Ryzen это немножко не так, и там стоит заморочиться. Давайте теперь поговорим о Ryzen. Какую же память стоит брать, а какую нет? У меня есть, к примеру, ряд видео про мою оперативную память, называется KB2KRK от Samsung. Чем эта память интересна? Первое. На самом деле это довольно-таки бюджетная оперативная память. По сравнению с тем, сколько сейчас стоит другая оперативная память, вы сами посмотрите, сколько что стоит, и вы поймете, что нет смысла, допустим, переплачивать за coin Corsair, либо G-Skill, если у них, допустим, у большинства планок такие же будут тайминги, как у этих Samsung. По умолчанию заявлено, что KB2KRK работает на 17-х таймингах, но это немножечко не так, потому что эти планки спокойно работают на 16-х таймингах, без каких-либо синих ошибок и так далее. Вы просто вбиваете тайминги 16, 17, 17, 39, ставите напряжение 1,3-4 вольта, повышаете напряжение на цепях питания, и эта оперативная память будет спокойно работать на частотах 3200, 3333, и никаких проблем у вас не будет. На частоте 3466 и 3600 эту память тоже можно завести, но там уже надо будет повышать тайминги до 18-х, то есть, сами понимаете, это будет большой такой резкий скачок по таймингам, и память хоть в частоту и повысится, но она будет медленнее работать, поэтому нет смысла разгонять эту память выше 3333 по частоте, потому что она будет медленнее работать. В общем, видео все по разгону моего процессора, оперативные памяти и так далее, можете посмотреть про эту память, думаю, вам будет довольно-таки интересно. По поводу того, сколько плана к оперативной памяти нужно под Ryzen, в идеале, кстати, 4, а не 2. Хоть и под Ryzen вот эти все платы, они тоже двухканальные, но есть одно большое гигантское, но почему-то из-за шины Infinity Fabric с четырьмя планками процессор начинает работать быстрее, чем с двумя. Это вот чисто связано с Infinity Fabric. Это то же самое, что Ryzen с двухранговой памятью работает быстрее, чем с одноранговой. И по сути, когда вы вставляете две двухранговые плашки, то же самое, что у вас будет четыре одноранговых. Ну, хорошая двухранговая память стоит очень дорого, и поэтому проще купить четыре одноранговых. Сразу говорю, что двухранговая память, что четыре одноранговых, все это создает дополнительную напрягу на контроллер, который отвечает за память. Поэтому на большинстве бюджетных плат очень сложно разогнать эту память, и очень сложно, чтобы она заработала быстрее 2.400 по частоте. Ну, это, по крайней мере, на B350, на тех платах, у которых мало фаз питания. Если у вас нормальная плата, у вас никаких проблем не будет. Главное, чтобы напряжение не проседало и было достаточно равномерно. К примеру, на X370 чипсетах многие люди спокойно запускают память, как у меня, четырьмя планками на 15-16 таймингах при частоте 3.200 и 3.333. Мне удалось пока что только 3.200 осилить. Но зато смог я нормально и стабильно все это наладить, чтобы это все дело работало на 15-х таймингах. Опять же говорю, это достаточно сложно. Без танцев с бубнами вы не обойдетесь. Поэтому, ребята, если вы не умеете разгонять, не знаете шутку субтайминги, не знаете, за что они отвечают, лучше не морочитесь. И возьмите просто 2 плашки, допустим, одноранговых, тех же КБ2, КРК. Нет вам никакого смысла покупать 4 планки, если вы не умеете разгонять. Потому что вы себе просто создадите больше проблем. Берите 2 любых планки и не мучайтесь. По поводу двухранговых плашек. Двухранговых тоже нет смысла покупать больше 2 планок. Потому что, опять же, скорее всего, их вообще не получится нормально 4 планками задействовать на высокой частоте. С двумя планками работать тоже довольно-таки вам будет сложно. Потому что, скорее всего, вам придется даже менять какие-то субтайминги. Такой вариант тоже есть. Но я про это сейчас не буду говорить. Это отдельная история. Это все зависит от биоса, от платы и так далее. В большинстве плат сейчас реализована автоматическая смена всех этих субтаймингов. Когда вы меняете основные тайминги, проблем никаких не должно быть. Посразу говорю, ребят, под разгон, под райзен, не берите платы от астрок. Там есть определенные проблемы, ребят, на многих платах. Там есть куча проблем, даже на x370, на этих астроках. Когда, к примеру, вы ставите какой-то биос, у вас пропадают там функции. И это у многих астроков. Я не рекомендую брать под разгон, под райзен. Вот очень много плохих отзывов. У людей много происходит всяких багов, погрешностей. В общем, для разгона эти платы лучше не брать под райзен. Лучше брать плату от MCI, от Gigabyte. Как, к примеру, у меня вот Gaming 5 стоит. Но она дорогая, ребята. Asus'ы топовые платы хороши для разгона. Но, опять же, они стоят денег. А так, в целом, если вы разгонять не умеете, и для вас это все затруднительно, не морочитесь и покупайте систему просто на Intel. Потому что, все же, платформа для райзена, она больше для энтузиастов, которые все же что-то умеют делать. Если у вас опыт невелик, то лучше не занимайтесь этим, не пытайтесь. Очень много времени, силы, нервов вы потратите. Так, ладно. Это я немножко ушел куда-то далеко. Хотел вам подробно все объяснить. Под райзен, смотрите, память какую стоит брать. Это KB2KRK. Это лучшая память под райзен, под разгон, какую вы можете взять. Если все-таки вы не умеете тайминги менять и так далее, то есть вам это сложно, а вы хотите, чтобы все было автоматом и так далее, берите такую память, она называется Patriot Viper. Вот видео, кстати, ребята, на этом видео я собирал тестовую сборку на 2200G и применил там вот эту память. Да, кстати, тесты в этой сборке я немножко засветил. Ну, не ругайтесь, так вышло. Сразу не заметил, что солнце слишком ярко светило в экран. В общем, память очень хорошая. Вот этот Patriot Viper, ребят, вы его просто вставляете, в биосе выставляете нужную частоту, и все тайминги выставляются автоматом. То есть с этой памятью не нужно прыгать с бубнами, не надо лазить по интернету, и у всех спрашивать, а что же мне тут надо выставить. То есть там все довольно-таки просто будет. Какая еще память хорошая под райзен? Corsair Dominator. Но она дорогая. Она хорошая, она дорогая. Там чипы B-Dio самсунговские. Эту память можно спокойно заводить на 15-х, на 14-х таймингов, без каких-либо проблем. Потом есть Corsair Virgins. Вот такая, как я вам сейчас на картинке показываю. На чипах B-Dio самсунговских тоже хорошо гонятся. Ну, по крайней мере, до 3-200, 3-333. Нормально она заводится. То есть никаких проблем с этой памятью у вас тоже не будет. Возможно, вам придется тайминги вручную переставлять. Вот единственное, чего. Поэтому, если у вас все-таки немножко руки-крюки, то лучше берите все-таки Patriot Viper. С ним будет меньше геморроя. Так, еще есть память G-Skill. G-Skill'овской памяти очень много. Там прямо есть специальная серия под райзен. Там прямо написано For Risen на этих плашках. Все одноранговые, двухранговые на B-Dio. Если какие-то вопросы у вас будут, если вы чего-то не понимаете, ребята, можете писать мне на почту. Спасибо, что посмотрели данное видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Если вам понравилось, ставьте лайк. Если вам видео это не понравилось, а вы считаете, что вы и без меня все знали, то можете ставить дизлайки. И то, и то хорошо для канала. И от лайков, и от дизлайков. Видео быстрее попадает в рекомендованное, в похожее. Быстрее продвигается, больше набирает просмотров. Можете подписаться на канал, нажать на колокольчик, на колокольчике нажмите, что хотите получать уведомление о всех роликах. Ну и что, пока. До новых встреч. Заходите снова, ребята. И не забывайте, что я помогаю людям, поэтому, если что, пишите на почту. Давайте, пока. Субтитры сделал DimaTorzok